Девушки отдыхают Девушки отдыхают Попасть на полуостров станет значительно проще Скоро откроются регулярные рейсы из 30 городов страны И даже тот самый Чукча Сидор быстро усвоил, что рай это больше не Краснодарский край В Крым летит вся Россия Около 70 направлений до 200 рейсов в сутки Еще год назад эти цифры казались фантастическими Но вздумали тут прихвостни Обамы в рай русский больше свою фашистскую еду не поставлять Со вчерашнего дня представители националистических группировок перекрыли все три пункта пропуска на Украино-российской границе Ну нам-то от этого только лучше, уверенно спросил Сидор у телевизора Ха-ха, родимый, ответил мужик, укравший галстук у незнайки Думаешь, почему Брэд Питт в Евпаторию не ехал, а? Боялся укроповской колбасой отравиться Брэда Питт и Анжелину Джоли с нетерпением ждут в Крыму И все бы хорошо, да вот любители рассказать правду-матку о Крыме в патриотическом экстазе совсем забыли свои же недавние басни Экономисты утверждают, украинские товары никуда не денутся с полу-крымских магазинов О блокаде, ненужных продуктах и коварной хунте прямо сейчас в антизомби Идешь на такой в Якутии вечерком с рудника Дороги разбиты, деревянный дом трещит, того глядишь развалится Еще и туалет на улице, зато включаешь телевизор и думаешь Эх, зато в Крыму хорошо Спустя год после референдума воссоединения Крыма с Россией Жители полуострова и украинцы, и русские, и крымские татары Считают, что жить стало лучше, чем в составе Украины А Крым-то наш в зуле укропов Что говорите, деньги с регионов на мост забрали? Да ладно, перебьемся, чай не впервой Зато построим мост, красавец, пиндосы умрут от зависти Возведение моста через Кенчерский пролив должно быть закончено В установленные сроки к концу 18-го года и без завышения цены строительства Всего за год, благодаря богатырям со Станкина, фраза «Крым наш» перешла в разряд волшебных Россия не посылала своих военных на Украину и не пыталась дестабилизировать там ситуацию А Крым наш Крым наш! Денег нет, с работы из-за кризиса сократили Даже Балтики в руке нет Но нажал на пульт А там Киселев на яхте катается И уже на душе как-то теплее Избирательная политкорректность, я бы сказал Да, и там думают, как бы вот еще там все такое ущипнуть Да что тут говорить Так хорошо, как в этом году в Крыму еще не было никогда Правда, исключительно по телевизору Крым одно из популярнейших направлений в этом году У россиян здесь уже отдохнули почти 3 миллиона человек Жители Ниццы и Флориды не успевали сушить заплаканные подушки Прощаясь с собравшимися в Алушту элитными туристами Сегодня стало понятно, что посрамлены оказались прежде всего украинские скептики Предрекавшие срыв туристического сезона в Крыму Чем как-то бельнее Ницца, а Ялты с ее кинофестивалем не канны Насмотревшись такого, россияне гордо распрямив плечи шли к станку Но у зрителей с хорошей памятью сразу возникал простой вопрос Так, а если Крым уже круче Лазурного берега То как же быть вот с такими шедеврами? Одна из проблем туристической отрасли Крыма Это старые еще советские санатории Большие парки, устаревшая инфраструктура Все это нуждается в срочной реконструкции Целый год россиянам вбивали в голову Да хохлы, они Крым-то только грабили Денег вообще не вкладывали Как еще при Ленину построили, так все и осталось Все-таки Крым оказался, ну в общем, таким заброшенным на Украине И мало ему уделяли внимания Крым занимал по уровню газификации села одно из последних мест на Украине Но прошло всего ничего И на этих же каналах разграбленный укропами Крым Вдруг стал таким курортом, что хоть мировых звезд приглашай Брэда Питт и Анжелину Джоли с нетерпением ждут в Крыму Идея принадлежит главе региона Сергею Аксенову И даже детей местные власти обещают устроить в сад И тут-то и хочется спросить А что за целый год и, извините, Россия построила в Крыму? Может, отели какие крупные или аквапарки? Да нет, не строила Какие у Украины отжали, такие и работают, да и то не все Такого безобразия не было никогда Даже считается, что Украина, она тут, видите ли, ограбила Крым Но в санатории ничего нового бы не делалось И здесь бы хорошо определиться Если ничего масштабного не построили А Крым уже курорт мирового уровня Чем как-то бельнее Ницца, а Ялты с ее кинофестивалем не Канны Значит, либо все же стоит признать, что это Украина сделала полуостров таким Либо продолжить гнуть линию о разграбленном укропами Крыме Одна из проблем туристической отрасли Крыма Это старые еще советские санатории Ведь это тот самый случай, когда усидеть одной России на двух стульях точно не получится Россия туда что-то складала? Нет Россия туда инвестировала? Нет Экономическая ситуация там росла? Нет Что Крым отримал на том месте? Санкции, забороны, обмежения, переследования, вбивства, цензуру и пропаганду Кстати, про звезд Голливуда в Крыму они как бы не пошутили Сергей Аксенов адресовал открытое приглашение всем мировым звездам шоу-бизнеса и большого спорта И иногда кажется, что раскручивать провальный проект «Крым наш» в Кремле поручили Петросяну Иначе чем-то другим эту смех и панораму объяснить очень сложно Идея небольшого американского городка, который населяют представители шоу-бизнеса, в России приобретает национальный масштаб Не пригород столицы, а сразу континент Сначала, по примеру, Остапа Бендера из отжатого полуострова собирались делать нью-васюки, назвав их новым Лас-Вегасом А в чем речь? Будет Но дальше слов и двух игровых автоматов при армянской шашлычной дело, как обычно, не пошло И решили россияне виртуальный Лас-Вегас в Беверли-Хиллз превращать Будем только приветствовать, если в Крыму со временем появится аналог американского Беверли-Хиллз Да так некоторых прихватило мощно, что мэр Евпатории предложил Бреду Питу и Анжелине Джоли экстренно собирать вещи и перебираться к нему в город Вам не послышалось, в Евпаторию У местного мэра Андрея Филонова уже есть бизнес-план Анжелина и Бред рекламируют курорт Город выделяет землю под виллу Ну а что, идея в принципе хорошая Можно вот здесь, например, поселиться Анжелине будет где подстинки после моря сушить А Бреду и до киоска с Путинкой недалеко А вечерком Бред Питт и Анжелина Джоли Оставляют детей болтливому мэру Евпатории И едут отдыхать в чебуречную кашоту Пивко, чебуреки, чуть протухшая креветка черноморская Ну чем вам не голливудский отдых, а? А потом Бред Питт достает 50 рублей И идет к диджею песню Любимой Анжелине заказать Одиночистую сволочь есть? Нет, нету На, вот поставим, для бабы, для моей Души И все в этом плане настолько хорошо и красиво, что русофоб Обама Боится, что сразу все голливудские звезды в Евпаторию переедут И решил он от бессильной злобы Крым без продукта восставить Они отрабатывают поставленную задачу США, Америку Они там получают большие колоссальные гонорары Они делают то, что им сказали Нет, нет, вы не ослышались Меджлиз и правый сектор – это так Исполнители Приказ дан прямо из Госдепа Они отрабатывают поставленную задачу США Но наивный хозяин Госдепа, видать, так и не смог понять загадочную русскую душу Ведь даже если Россия обольется горячим борщом, ей от этого будет только лучше Вот и без украинских продуктов Крым, оказывается, расцветет, да и запахнет Киеву на зависть Влияние на крымский рынок продовольствия украинская блокада не окажет Большинство торговых сетей полуострова работает с российскими производителями Но тем и славится духовная Россия, что прошлые ходы в своих многоходовках там, кажется, уже и не пробуют запоминать Никакого серьезного влияния эта странная блокада на продовольственные ситуации на полуострове не окажет А наоборот ударит по украинским фермерам Ой, врете вы все? Небось на киностудии Довженко, чтобы Россиюшку унизить сняли, да? Да? Власти Крыма просят разрешить поставку украинских продуктов в регион Да нет, Аксенов действительно не так давно просил Роскомнадзор снять запрет на ввоз продуктов с Украины Мол, вы поймите, фашизм фашизмом, а кушать хочется Но прошло всего ничего, и вот это аля, снимите запрет, ну пожалуйста Превратилось в привычно, исконное российское, а нам от этого только лучше Больше напоминает мне сценарий комедийного мультфильма «Ограбление по-итальянски» Там, где Марио все собирался ограбить банк, всех предупреждал за неделю Вот цель, наверное, точно такая же И кажется, закапывать самих себя у современной России уже стала хорошей традицией Ну и на десерт самая сладкая изюминка из подсохшей булочки российской пропаганды Вот то, что сейчас происходит у крымской границы, заставляет обратить внимание на главных участников всей этой, если так можно выразиться, акции На этой неделе на Абрамс, к сидящим на нем Ярошу и Обаме, кремлевская пропаганда трепетно подсадила еще и Мустафу Джимили По странному стечению обстоятельств его фамилия всегда всплывает, когда не речь идет о деньгах, политике и собственной выгоде Россия, конечно же, от блокады Крыма только лучше Только вот на лидера крымских татар вместо благодарности были вылиты ушат и грязи За плечами у Джимилева семь судимостей, 15 лет колонии и создание организованной преступной группировки Отсидевший во времена СССР по политическим статьям Джимилев вдруг оказался убийцей и насильником Его первая судимость была за окражу со взломом, затем статья за изнасилование После выхода на волю рецидивист создал себе образ диссидента и борца за права национальных меньшинств А Медлист, да это вообще не организация, ее, мол, никто не признает, такси, халтура госдеповская В интернете до сих пор можно найти показательный снимок, на котором одиозный деятель с криминальным прошлым Заискивающе смотрит на президента Обаму, словно лакей, выкрашивающий прибавку к жалованию Но пришло время доставать кролика из шляпы Как вы там говорите, вор и насильник, никто не признает, да? Тогда с кем это общается президент России в прошлом году? О ситуации в Крыму в преддверии референдума речь сегодня шла в продолжительной телефонной беседе Которую Владимир Путин провел с находящимся сейчас в Москве депутатом Верховной Рады Украины Бывшим главой Меджлиса Крымско-Татарского народа Мустафой Джемилевым И обратите внимание на подачу Тогда воины Останкинской башни Мустафу Джемилева называют совсем иначе Поговорил с депутатом Верховной Рады Украины Бывшим главой Меджлиса Крымско-Татарского народа Мустафой Джемилевым Вот в этой забывчивости и кроется вся суть российской пропаганды Ведь чем больше лжи, тем быстрее зритель забывает, о чем ему говорили вчера А завтра будет новый день и новые многоходовки